И снова добрый вечер, дорогие мои. С вами, впрочем, как и всегда, Алкобарт. И мы, конечно же, будем что-то пить, а заодно об этом обязательно поговорим. Вообще, запись это, как всегда, незапланированная. Но я все-таки решил, что надо это дело записать, надо. И, понимаете ли, я уже снимал видео год или два назад под названием «Лучшее белорусское шампанское». И, как ни странно, это было шампанское этого же завода, но сегодня будет «Лучшее белорусское шампанское 2». Или вот теперь точно «Лучшее белорусское шампанское». И да, это Минский завод виноградных вин. Это вот такое вот советское шампанское премиум. Выдержанное брюд. Купаж, купаж, купаж. Шардоне и савиньона. Ну, я понимаю, что у многих выражение «советское шампанское» два этих слова вызовут нездоровый смех. Скажут, а провинция Шампань, а как же так? Ну, короче, а мне пофиг. Если сделано по технологии, значит, собственно, оно. Тем более, кстати, советское шампанское шло под своим брендом все свое время. Ну да ладно. Союза уже нет, а советское шампанское есть. И почему я это собрался записать сегодня, я вам расскажу чуть позже. Пока будем потихонечку открывать. Будем открывать. Язычок. Единственный минус, конечно, что она, возможно, точнее, вероятно, даже не исключено, взболтанная. Потому что эту бутылку привезла жена минут 10 назад. Бутылка каталась в машине, поэтому сейчас может быть волшебный пук, которого мы не ждем. А как многие из вас знают, пук от шампанского, это, в общем-то, даже неприлично считается. Поэтому вскрывать его надо не волшебным, а предательским пшшш, вот таким. Ну, чуть-чуть напухнул, да. Чуть-чуть напухнул. Ну вот, собственно, достали и накапали. И накапали. Ну, а теперь, собственно, выпьем. И я расскажу, почему я собрался это снять, в принципе. И, кстати, да, конечно, под запись такой вещи надо было бы побриться. Ну, вы все понимаете, что настоящий мужчина должен быть не брит, угрюм и вонючий. Ну, точнее, там немножко по-другому. Вонючий, угрюм и бородат, по-моему, звучало. Ну, бородат немножечко. Вонючий, угрюм пока не факт, но вонючий стану скоро, да. Так вот, вот шампусик, с чем это связано. Не далее, как на прошлой неделе. Даже чуть больше, но не важно. Мы выбирали шампанское на день рождения жены. И взяли то, которое я до этого называл лучшим белорусским шампанским. Это же, ну, в черной этикетке. Тоже брюд, но, правда, там не выдержанная. Та же серия премиума там ЗВВ. И мы стоим спокойно около полки в магазине. Берем это шампусик. А рядом представительница завода игристых вин. Усиленно раскладывает свои бутылки туда-сюда. И что-то там на... Она мне заявляет, типа, ну, возьмите вот это. Я говорю, нет, я определился, я возьму вот такое. Она сказала, ну, тогда и пейте дальше эту отраву. Я немножко охренел, честно говоря. Хотел даже сказать, с испугой протрезвел. Но я и так был трезвый, я был за рулем. Я говорю, а с чего отрава? Но она, естественно, не объясняя, почему конкретно это отрава, начала рассказывать, что их все равно вот-вот-вот, а это отрава. Я ей говорю, тетенька. А тетенька такая, ну, лет под 40. Ну, в общем-то, то есть не 16 лет, не 18. Я ей говорю, вы понимаете, что вы вместо того, чтобы хвалить свое, и вы в основном обсираете чужое, что так, собственно, не делается. Пейте дальше эту отраву, раз не хотите нормального шампанского. Это перешло в небольшую словесную перепалку, в ходе которой я и пообещал, что представители Минского завода игристых вин, скорее всего, узнают, как их представители общаются с людьми и преподают свой товар. Точнее, просто обсирают чужой. Может быть, это политика завода. Может быть, ей за это даже премию дадут. Но рассказать я про это просто должен был. За что и выпьем? За профессионализм, так сказать, некоторых сотрудников. После чего, кстати, я и решил, что вот уж теперь точно ничего из продуктов завода игристых вин я, наверное, брать не буду. Ну, если они так готовят своих сотрудников, молодцы, молодцы. Поздравляю их, конечно, но так не делается. Потому что, когда тетя решит уволиться с МЗИВа, например, или ее случайно оттуда уволят, и придет на тот же МЗВВ, то МЗВВ сразу брякнут мне. И спросят, не она ли это. И с этого момента тетя, наверное, уже не устроится ни в одно ликероводочное производство. Ну, как говорится, иногда людей надо учить. Иногда надо, потому что так себя вести просто некрасиво. Но, справедливости ради, я могу сказать, что еще одно из белорусских шампанских, я честно уважаю, это Радивилл, но он дороже конкретно. А здесь выдержанный купаж, это уже интересно само по себе. За что и выпьем следующий. А сейчас разговор у нас пойдет о следующем пункте, чем закусывать шампанское. Кто-то говорит, надо обязательно шоколадку. Кто-то говорит, естественно, ничем. Кто-то говорит, проще всего запить водкой. А лучше водку запить шампанским, и вообще жизнь станет прекрасной. Я же сторонник другой теории. И к этой теории меня как раз приучила жена, которую я сейчас попытаюсь дозваться, потому что она там гладит собаку в данный момент. Товарищ жена, несем свой бокал и приготовленную ранее закуску. Ты испачкалась об собаку? Ну, это бывает. Ну, да, комаров здесь много, причем я от комаров запшикиваюсь все время, даже вот сейчас. Ну, как все время, иногда забываю, конечно. Жена этого не делает принципиально, а собака этого делать не умеет. Что тебе не нравится? Это свежемытый стакан. Ну, просто на улице сейчас постоял пару минут. Итак, господа, лучшая закуска к шампанскому, по мнению моей жены, это, собственно... По версии очень грамотных специалистов, это Марина Леонидовна меня научила. Марина Леонидовна научила? Ладно, предположим, давай, бокальчик-то. Собака, что ты возишь? Тебе не положено. И не положено, и не налито. И не положено, и не налито, да. Вот, смотри, как я умею. Вроде полный стакан налил, а сейчас мне все останется. Я молодец. Останется не тебе. Ну, поехали. Бука, не вой. Тебе шампанское не положено. Не всем девочкам положено шампанское. Ну, поехали. Пахнет, может, и вкусненько. Если бы ты еще говорила ближе к микрофону или чуть громче, то вообще было бы хорошо. Потому что народ в который раз мне пишет потом в комментариях, и сейчас напишут, что опять ее не слышно. Пахнет вкусненько. АСМР от моей жены, короче, пошел, да. Так что, надо закусывать вот этим? Клубничка, господа. Нет, это не своя клубничка. Это клубничка магазинная, да? Своя еще. Своя еще одна земляниченка вот такая выросла, и то маленькая. Ну, в принципе, жена, ты свой супружеский долг на сегодня исполнила. Ты можешь продолжать гладить собаку, да. Потому что оно чего-то орет. Скотиняка такая. Творына. Творына, как сказала жена. А я все-таки попробую еще чуть-чуть и закусить, собственно, клубничкой. А, кстати, недурственно. Но вот жена говорила, что клубникой закусываются именно брют. И я, наверное, с ней согласен. В варианте полусладкого здесь не прокатит. Хотя я, например, варианты полусладкого шампанского вообще не понимаю, зачем они нужны. Хотя лично наблюдал в Крыму, когда народ на экскурсиях говорят, давайте нам послаще или сахарку добавьте. Сладкая, хорошо, если у тебя группа из 28 человек и одна бутылка на всех. Вот тогда его хватит. Ты больше 20 грамм его не выпьешь. И ящик водки. Если ты адекватный. Ну, если адекватный, да. Ну, после 20 грамм ты же можешь стать неадекватным. И, соответственно, ты будешь продолжать поглощать прям как не в себя. Поэтому докапаем чуть-чуть. И давайте вот про именно этот шампусик. Да, Минский завод виноградных вин. Да, это вот под их новой маркой премиум. И это выдержанное. И причем, насколько я помню, я у них на стенде в прошлом году на Продекс попил еще купаж из трех сортов. Вот я не уверен, но что-то мне кажется, что такое было. Но я его что-то в магазинах не встретил. Эту я попросил купить жену сейчас по дороге с работы, пока она ехала. Говорю, не надо ехать сразу домой, тормозни и купи. И я хотел, чтобы она купила то самое, которое у меня уже на видео один раз было. Но когда она сказала, что с белой этикеткой, я говорю, так, давай с белой этикеткой. Там на нем написано, что купаж. Да, написано. Все, бери вот это. Выдержанный шампусик. Вполне неплохо, кстати. И, как по мне, на данный момент вот эта их серия, выдержанная, все-таки является реально лучшим белорусским шампанским. Без отмазок и наездов в сторону завода игристых вин. Без еще каких-то там вариантов. В да, из белорусских шампанских все-таки это лучший вариант на данный момент. Хотя, могу сказать, что кому-нибудь не понравится запах. Запах несколько специфический, потому что, в отличие от многих так называемых шампанских, здесь слегка пахнет дрожжами. Ну, правда, люди, которые пили то самое настоящее французское шампанское, они меня поймут вполне. Потому что очень интересно наблюдать за людьми, которые впервые пробуют то самое настоящее. У них такие удивленные глаза, они говорят, что это за кака. Извините, вы получили то, что хотели. Настоящее французское шампанское. Они офигевают и говорят, да ну нахрен, мы лучше будем пить то, к чему привыкли, так сказать, с детства. А, вот так, да? Все, жена ухватила свой бокал и пошла фоткать закат. Вот это закат офигенный. Это вот то, про что я всегда говорю. Я вот здесь, когда сижу, закат ровненько напротив меня за камерой. И так вот думаю, все, закончу запись, сейчас пойду сфоткаю. Закончу запись, сейчас пойду сфоткаю. Но надо же отсмотреть, хотя бы глянусь, получилось, не получилось, что там произошло. И, короче, в среднем один раз из пяти или из десяти, когда я собираюсь это сделать, я это делаю. Ну, хоть так, в конце концов. Значит, вывод по данному напитку. Господа, ценник. Меня всегда просят ценник, жена привезла чек. Это я никогда чеки не беру, жена берет всегда. 8.35 в белорусских рублях. Если курс доллара 2.50, то можете считать сами. Бука, я с тобой полностью согласен. Офигенно высокий курс. Офигенно высокий. Должен быть 2 рубля, а лучше рубль. А лучше 10 баксов, 1 белорусский рубль. Ну, уж извини, так получилось. Так происходит, да. Запах. Это то, на что я обращаю внимание. Реально слегка дрожжевой. По, скажем так, потребительским качествам. Блин, ну это вполне пивабельный продукт. Но я люблю именно блюд. Я реально, если я беру шампусик, я беру всегда блюд. Без вариантов. Даже полусухое для меня уже давно не катит. Но, в данном случае, МЗВВ отдельный привет. Молодцы. За воду игристых вин отдельное. Фу. Особенно за то, как вы воспитываете своих сотрудников. И на этой радостной ноте, господа. Всем, как говорится, спасибо. До встречи на следующих видео. За то, чтобы все у нас у всех было хорошо. Ну и, собственно, наверное, всем пока. А я пойду с женой шампусик допивать. Поехали. Продолжение следует.